Ииии всем привет, зрители и подписчики канала Интроллер. Большинство из вас знает о том, что в Дорс очень много различных предметов. Некоторые из них просто необходимы для того, чтобы пройти игру, другие же лишь очень сильно упрощают ваше прохождение. Так вот, сегодня я составил для вас топ-5 самых лучших предметов в Дорсе. Всем приятнейшего просмотра. Что ж, открывает наш список самый обычный фонарик. Объясню сразу почему. Во-первых, почему не запустим зажигалка там и так далее. Именно потому, что вы можете при помощи фонарика светить намного дальше, чем зажигалкой, ну и соответственно контролировать, куда это свет движется. Зажигалка, она лишь как бы отсвечивает определенную область вокруг вас. То есть вы, например, не можете дальше на дальние стены посветить. То есть это полезно в плане, например, когда вы ищете рычаг. То есть когда вы ищете рычаг, вам нужно светить далеко на стены и понять, в принципе, заранее, где находится сам рычаг, чтобы оба из страны найти. Иначе это потратит просто очень много времени. Плюс вы можете его перезаряжать при помощи батарей, которые появляются в том случае, если у вас есть, собственно, сам фонарик в инвентаре. Поэтому это очень удобный на самом деле предмет. Что ж, следующий предмет на очереди это витаминки. Я их воспринимаю как предмет второго шанса. То есть вы их можете использовать в том случае, если вы сильно с чем-то там налажали. Если вы, допустим, прошли неправильную комнату в плане Сика. Да, если вы, точнее, неправильную сторону пошли. Вы можете их заюзать, чтобы оторваться от него. И, собственно, 100% не проиграть. Конечно, не 100%, но вы хотя бы оторветесь от него. И у вас будет лишний шанс, собственно, на продолжение этого прохождения от Сика. То есть вы их можете использовать в том случае, если вы, прям, ну, сильно зафейлились. Или с той же фигурой. То есть вы можете при помощи витаминок оторваться от моба и быстрее как бы пройти, куда вам надо. То есть это такой достаточно прикольный предмет на самом деле, но он, к сожалению, не самый топовый, поэтому он, собственно, всего лишь на четвертом сегодня у нас месте. Что ж, подбираемся к заветной троечке лучших предметов в Дорсе. И открывает эту, собственно, троечку лучшую сканер. Объясню почему. Да, он очень имбовый, он вам показывает, где тот же рычаг находится, или ключ, или вот там, не знаю, все эти нужные предметы. В общем, он вам, конечно, это все показывает. Но проблема в чем? Вам нужно пройти все румсы, а это тысяча комнат, в которых есть особые моба. Я, кстати говоря, ни разу не проходил, к сожалению, но это очень-очень тяжело на самом деле. То есть если вы думаете, что вы на изи получите этот предмет, нет, вообще не так. Конечно, если вы его получили, это очень имбовое, это реально самый лучший предмет в таком случае. Но вам, чтобы его засейвить, нужно каждый раз его как бы сейвить на следующий раунд. Это тоже очень сложно на самом деле. То есть чтобы постоянно играть с этим предметом, придется очень прям сильно постараться. Конечно, если вы профессионал, это для вас реально самый лучший предмет. Но, как я уже сказал, его получить очень сложно, особенно на выдачках. Поэтому он всего лишь у нас сегодня на третьем месте. А так я бы, конечно, поставил на лучшее. Это прям вообще без вопросов. Что ж, второй лучший, по моему мнению, предмет в Дорсе, это гамми фонарик. Его также можно получить в румсах в самом начале. То есть это очень простой предмет, но он крайне полезный. Правда, кстати говоря, румсы находятся на 60-й комнате. То есть вам нужно еще как-то до туда дойти. Но, тем не менее, это очень имбовый предмет. Вы его можете использовать бесконечно, только у него зарядки хватает на 12,5 секунд. Но зато каждый раз, когда он у вас разряжается, вы можете его просто потрясти на левую кнопку мыши. И он у вас опять перезарядится. И вы можете его использовать на полный потенциал опять снова 12,5 секунд. Это, грубо говоря, такой динамо фонарик. То есть вы можете использовать его, грубо говоря, бесконечно. Просто надо каждый раз его так перезаряжать. Это реально имбовый предмет. Это 100% имбовый предмет. Но он не такой имбовый, как первое место. О чем мы, собственно, с вами сейчас и поговорим. Что ж, ну и самый, по моему мнению, лучший предмет в Дорсе это крест. Это, грубо говоря, вторая жизнь. Если вы прям очень сильно зафейлили с каким-то там монстром или с той же фигурой, вы можете застопить в случае фигуры или же полностью убрать моба с карты в случае, например, того же Сика или же там, не знаю, Раша. В общем, вы можете полностью избавиться от монстра, ну или же как бы просто восстановить в случае фигуры. То есть вы можете буквально просто сделать вам вторую жизнь, грубо говоря. То есть если вы сильно прям зафейлились, вы просто используете крест и спасаетесь таким же образом. Тем более, вы можете этот предмет просто купить после 50-й комнаты, после прохождения первой фигуры. Вы можете просто найти это в разных комнатах, там есть, например, над дверью какой-то комнате, еще где-то там висит на стене. В общем, реально, если приглядеться, можно еще даже его просто бесплатно получить. Вторую жизнь, напоминаю, это реально бесплатная вторая жизнь. Это очень круто на самом деле, поэтому я и поставил его на первое место. Что ж, вы, конечно, можете со мной не согласиться, потому что топ был составлен по моим лишним субъективным ощущениям. Если вы с чем-то не согласны, то добро пожаловать в комментарии, я там все буду читать. Вы можете написать свой топ, собственно, ну и, возможно, мы сойдемся, собственно, с вами на мнение. Что ж, ну если вам понравился этот ролик, влепите лайк, подпишитесь на канал, возможно, даже креативные комментарии напишите. Всем спасибо за просмотр этого ролика, всем удачи и всем, собственно, пока-пока.